Очень хорошие тренинги по продажам это транснациональных компаний, такие как Procter & Gamble, B2B 5 шагов преодоления возражений, там есть 3D, есть такие стандартные NLP-шечные штучки, но они очень сильно работают. У сигаретников есть вот это TI, компания Marlboro, Field Morris. У них уже очень сильно отработанные программы по продажам. Вы можете просто их взять. Сегодня уже на рынке много коммерческих директоров, которые вышли из этих компаний. Вы можете их себе приглашенными тренерами взять или себе на работу. Единственное, знаете, не делайте такую ошибку. Не нужно приводить на пост коммерческого директора, если твоя компания сильно меньше. Он разломает тебе все, потому что он привык к большим бюджетам. Если у тебя бюджеты маленькие, такого директора не нанимай. Найми того, который мышлением похож с твоей компанией, чтобы он не сломал ничего. То, что касаемо продаж и касаемо бизнеса, я так понял, очень важно вовремя менять людей. Мы из-за того, что мы привыкли к хорошим взаимоотношениям, в какой-то момент человек не тянет, и мы не можем его поменять, нам жалко, еще что-то такое. Если у тебя есть четкая цель роста, то ты должен очень вовремя делать ротацию людей, которые не подходят по должности спускать, другого поднимать. Это уже работа HR. HR – это еще одна профессия, которая сильно недооценена у нас. HR – это, наверное, один из самых крутых людей в компании должен, потому что кадры решают все. Руководителю некогда вовремя заниматься ротацией. Руководитель, он смотрит, вот человек работает там три года уже, да, ну и нехай там сидит нормально, планы выполняет. А ему скучно, он уже выгорел, и его нужно менять. А HR должен замечать, когда человек пересидел на должности. У HR есть свои какие-то задачи, там, раз в год, там, менять должность ее человеку. Его горизонтально расти, вертикальный рост ему дать, тренинги определенные дать, где-то помочь. HR занимается подбором, да, вот это, допустим, она в декрет уходит, надо ее заменить там на год. У руководителя голова лопнет, если он еще этим будет заниматься. У HR нету такой привязки, наверное, к людям, и нету такого принятия решений, ответственности на себя. И он может спокойно делать ротацию. Руководителю он прикипает, потому что он коммуницирует очень часто. Поэтому, когда ты с человеком прошел определенные стадии, там, роста, там, развития, очень жалко его потом выпускать. А HR заранее видит, когда он уйдет. И он понимает, кем его можно заместить. То есть выразить своего, нанять со стороны. Это же, ну, огромная работа вообще. Сейчас это вот просто начальник отдела кадров чаще всего. Она просто заполняет данные, ведет картотеку с должностными обязанностями. Но на самом деле HR хороший, это очень крутая профессия. И это очень влиятельный человек в компании. Это, ну, второй человек, наверное, в компании. Чтобы такой человек появился, руководитель должен ему довериться в какой-то момент. Если он говорит, нужно менять, надо менять. Это в основном доверие, потому что у руководителя свои иллюзии на этого человека. И какие-то вещи он не видит, у него слепая зона. А HR видит. И у нас единоправное управление, как бы, чаще всего. Отчасти это из-за того, что единоправное управление из-за малого количества людей. У нас нет еще таких больших сильно корпораций, где это можно было внедрять. Вернее, корпорации есть, еще ум вот не готов. Там, где это уже надо, люди не могут это принять, потому что они не готовы менять структуру компании. Как только ты начнешь HR доверять и делать все, как она говорит или он говорит, наверное, процентов 30 руководителей, которые у тебя сейчас, они уйдут. Он повысит тебе вход в два-три раза. Он поменяет тебе всех основных руководителей, с которыми ты рос 20 лет. И многие к этому не готовы. С чего человек, который пришел вчера, разбирается в людях лучше, чем я. И это основной бак такой в голове. У нас есть такие HR. К счастью, их по пальцам пересчитать, но они есть. Если честно, это очень приятно, что они такие существуют. Это из международных компаний в основном. То есть они набрали наших HR, из них делали для себя, прямо образовывали. Но у них на самом деле работодателей не так много. Комфортных для них. Потому что транснациональных компаний их тоже по пальцам пересчитали. Первый шаг – найди хорошего HR. Второй, когда ты его найдешь, спроси, что бы он сделал. Заплати ему за месяц, я не знаю, за консультацию, сколько это, нацать тысяч долларов. И тебе просто скажут стратегию развития твоей компании. Тебе, когда это покажут, вот эту схему, она у всех одинаковая, если честно. Ты посмотришь структуру компании, как должно быть, а не как у тебя. Потом ты примерно говоришь, какая ротация нужна. Они тебе говорят, в это подходит, тот нет. Потом решаешь, готов ты к такими изменениям или не готов. Если готов, ты платишь им еще сколько-то, нацать тысяч долларов, и они тебе это внедряют. Это есть такие уже компании, которые могут это тебе внедрить. То есть они тебе сделают сами, уже есть упаковывают в эту структуру. Я говорю, должна быть масштабность конторы определенной. Потому что маленькая компания такого штата не выдержит идеального. А большая компания, которая вот с этим уродливым структурой выдержала, то ей уже нужна структура для того, чтобы выжить. Очень много накладных расходов теряется внутри неструктурированной компании. И воровство огромное, потому что дырок много. Вообще любая компания – это уродливая копия руководителя. Любая компания. Это то, что у тебя в голове, то и у тебя в конторе получается.